Приветствуем вас, братья и сестры, на библейском портале Экзегет, и сегодня мы вместе с вами вспоминаем преподобного Савву Старожевского, ученик и преемник преподобного Сергия Радонежского, и на самом деле он такой чудотворец и такой помощник, что вы даже не представляете, он помогал и царям, и простым людям, высокопоставленным и неизвестным, и сейчас помогает, вот сразу вспоминается, как царь Алексей Михайлович, который очень любил охоту, страстный был такой охотник, даже сам лично вот написал руководство по соколиной охоте, а не только, конечно, охотились там с помощью вот этих птиц, там ястребы, соколы и прочее, а еще лично выезжали в леса, и вот однажды решили там на медведей, ну и далеко так от Москвы уже отъехали в лес, и вся дружина рассеялась по лесу, царь на какое-то время остался один, вот Алексей Михайлович, и вдруг видит разъяренный медведь, выскакивает на него, и чего делать-то, как спасаться? А тут вдруг появляется какой-то монах, старец, и простым жестом руки отгоняет медведя, тот покорно убегает в деревья, в общем, царь спасен, и он спрашивает, кто ты? И этот старец ему отвечает, я Савва, инок Старожевского монастыря, а ведь это же уже 17 век, да, и он, царь, едут они в этот монастырь, спрашивают, оказывается, нет там инока с таким именем, и вот он на иконе узнает как раз вот этого старца, который являлся ему, то есть преподобный Савва Старожевский, который жил, ну это вот вторая половина 14 века, начало 15, он приставился в 1407 году, и оказывается, что святые, они еще больше помогают, вот когда они перешли уже в мир иной, да, то есть вот телом святые мощи их почивают здесь, а душами они на небесах вместе с Господом, и они видят нас и помогают, и вот царь Алексей Михайлович, он настолько был этим вдохновлен, что он постоянно помогал обители Саввина Старожевской, он туда и огромный колокол, и вот говорят, что звук этого колокола был слышен даже в Москве, вот, ну или там в пригородах Москвы, по крайней мере, перекликался с звуком колокола с Кремля, который, вот, благовест раздавался, и царь Алексей Михайлович, вот есть, кстати, сведения, что Саввина Старожевский монастырь, он получил даже статус лавры, самой первой лавры на территории Русской Православной Церкви, еще до Киевой-Печерской лавры, до Троицы Сергиевой, но это именно царь Алексей Михайлович, а потом уже после Петра Первого, когда имперские, вот, новые какие-то расчеты были, штаты монастырские рассчитывали, то немножко стали менять, и уже вот про этот статус как-то забыли, а вот Алексей Михайлович, он много строил, и он даже ревновал, когда кто-то другой пытался жертвовать на монастырь, он считал, что вот Саввина Старожевский монастырь, это вот, вот я туда жертвую, я помогаю, потому что именно, да, и при нем, кстати, при Алексее Михайловиче и были обретены мощи преподобного Савва Старожевского в 1652 году, и тоже вот множество чудес, а потом война 1812 года, как вы помните, а ведь этот монастырь, он как раз на 50 верст к западу от Москвы, и получается, что некоторые французские силы сюда приближаются, и кто ими руководил? А ими руководил Евгений Богорне, а кто такой Евгений Богорне? Это пасынок Наполеона, ну, кто такой пасынок, вы прекрасно понимаете, вот, помните, что Наполеон, он женился на Жозефине, а Жозефина, она ведь была уже до этого в браке, ну, там революция, и мужа ее оговорили, убили, и осталось двое детей, и вот дочь и сын, вот этот сын от первого брака у Жозефины, Евгений Богорне, и Наполеон, когда женился на Жозефине, то он признает, вот, как своего сына, хотя он по факту такой вот пасынок, да, и он на лестнице вот этого карьерного роста, как военачальник, тоже достигает таких высоких статусов, и он именно со своими вот отрядами захватывает Савино-Сторожевский монастырь, а французы, они вели себя вовсе не всегда, как такие вот культурные вежливые люди, во время войн просыпаются страсти человеческие, ну, и солдаты начинают грабить обитель, а в храмы-то богато украшены, и вот они пытаются все это, как бы, присвоить себе, и Евгений Богорне заходит в свою келью, ложится ночью спать, и вдруг является ему какой-то старец и говорит, что вот ты должен немедленно приказать, чтобы прекратили грабить обитель, и иначе, если будут что-то выносить отсюда, то все таковые люди погибнут, а вот если ты исполнишь мое слово, если выполнишь, что я тебе говорю, то ты сможешь домой вернуться живым. Ну, этот Евгений Богорне, он тоже удивлен, непонятно, как это, зашел какой-то вот старец к нему, говорит, а ты кто? Я Савва, начальник этой обители. Ну, на него такое впечатление произвело, что он поспешил, в общем, остановил вот этот грабеж, приказал вот закрыть собор, чтобы никто туда не вторгался, и вот он тоже узнал на иконе образ преподобного Саввы Старожевского, и действительно исполнилось слово преподобного Саввы Евгений Богорне смог вернуться целым и невредимым, то есть преподобный Савва, он как бы приоткрыл в каком-то смысле, что для французов война закончится поражением, и многие военачальники погибли, даже во многом погибали уже, возвращаясь обратно, как бы в этом бегстве, а вот Евгений Богорне, он остался целым и невредимым, и после этой войны, недалеко от Парижа была построена часовня в честь преподобного Саввы Старожевского, а сын, сын вот этого Евгения Богорне, сын по имени Максимилиан, приехав в Россию, он влюбился в дочь императора Николая Первого, Мария Николаевна, великая княжна, и он смог добиться вот брака с ней, и Максимилиан, то есть сын Евгения Богорне, принимает православие, и потом они, так вот эта семья жила и трудилась в Российской империи, вполне православные, вот потомки вот этого Евгения Богорне, ну вплоть до революции 1917 года, а уже в конце 20 века вот приезжала одна монахиня из рода Богорне, Елисавета монахиня, она посетила именно Звенигород, и вот говорила, что очень многие там, они как раз вот православные из этого рода, то есть вот как оказывается, святые участвуют в нашей истории, вот есть как бы внешняя такая видимая история, что кто-то, ну допустим, кто-то вот охотится, да, а кто-то идет войной на кого-то, ставит какие-то свои планы, политика и так далее, но помимо этого есть еще иная невидимая история, история святых людей, которые участвуют в нашей жизни, в какие-то моменты вдруг такое вот сверхъестественное вмешательство, и наша жизнь резко меняется. Вот преподобный Савва Старожевский, он именно чудотворец, подобный преподобному Сергию Радонежскому, он как и святой Сергий слышит молитвы, откликается, помогает, и давайте вспомним немножко, а почему мы как раз вот много говорили про его чудеса, потому что о жизни его не так много сведений известно. Мы не можем сказать точно, какого он рода и племени, известно только, что вот он был один из учеников преподобного Сергия Радонежского, пришел к нему, ну вот в числе там одних из первых, может быть не самый первый, но и не последний ученик, и долгое время он жил, воспринимая дух преподобного Сергия Радонежского, а это дух смирения, это дух кротости, искренней любви и, конечно же, сердечной молитвы. И вот известно, что именно преподобному Савве Старожевскому, он еще не был Старожевским, но уже был Саввы и, конечно же, вел образ жизни святой, ему именно преподобный Сергий поручил быть духовником всей обители. А это что значит? Это значит, что монахи Троицкого монастыря приходили на исповедь именно к преподобному Савве, и сам преподобный Сергий тоже у него исповедовался, а был заведен такой обычай, что вот на каждом богослужении, когда вот на утреннем уже читали канон, то тогда даже было такое откровение помыслов, исповедовались не только в согрешениях там делом, но даже в каких-то вот мысленных прегрешениях. И мы видим, что вот это вот дело ответственное, быть духовником всей монастырской братьи, поручили именно преподобному Савве Старожевскому, и сам Сергий Радонежский тоже у него исповедовался. А это о чем говорит? Это говорит о том, что духовный авторитет был невероятно высок у него в Троицкой обители, потому что не каждому ты можешь открыть свое сердце. Часто вот мы боимся, да, там как-то стесняемся, ну, монахам попроще, они умеют как бы работать над собой, но все равно получается так, что преподобный Савва Старожевский, у него была настолько вот искренняя, отзывчивая, простая душа, что не боялись перед ним открываться. И при этом он всегда хранил тайну исповеди, то есть если ему сказано, то он этого не открывает, потому что собственно открываемо перед Богом, да, а священник он ходатый пред Богом и по дару Божию отпускает грехи. И вот таковым очень сердечным, искренним, таким вот, он был всеми любим, вот таковым являлся как монах преподобный Савва Старожевский. И потом что вот происходит? В 1392 году преподобный Сергий Радонежский покидает наш земной мир, и воля вообще преподобного Сергия была, чтобы Никон, он какое-то время был келейником, чтобы преподобный Никон стал игуменом следующим после него, ну и так и стало. Преподобный Никон принимает на себя обязанности игумена, руководителя монастыря, но видимо преподобный Никон, он все-таки сторонился вот такой ответственности, потому что обитель возрастала, все больше монахов, а плюс еще рядом стали селиться крестьяне, которые приходили тоже за советом, да и там князья приезжают, с ними бояре, в общем, всех надо наставлять, наставлять. И преподобный Никон, он только полгода был игуменом и ушел в затвор. И тогда вот братья, а кого выбрать? А выбрать того, кому все доверяют, кому все ходили как раз на исповеди. Конечно же, единогласно все обращаются и просят преподобного Савва Старожевского стать игуменом Троицкой обители. И он примерно вот шести лет руководит всей Троицкой братьей. И за это время складываются очень тесные его отношения с князем Юрием Звенигородским. Юрий Звенигородский, это ведь один из сыновей Дмитрия Донского. Его вообще, конечно, крестил преподобный Сергий Радонежский. И вот Юрий Звенигородский, он с детства уже приезжал в Троицкую обитель. И мама его, княгиня Евдокия, супруга Дмитрия Донского, она была духовным чадом именно преподобного Саввы Старожевского. То есть вот у него они окормлялись. И, в общем, сам князь Юрий, конечно, у Дмитрия Донского там еще были сыновья. И по-разному, конечно, они вели себя, бывали у них трения, такие друг с другом. А Юрий Звенигородский, он особенно склонялся именно к преподобному Савве Старожевскому и как-то попросил его, чтобы он приехал к нему в Звенигород, благословил его семью. И вот он стал упрашивать его, чтобы здесь был создан монастырь, обитель, вот как бы по образцу Троицкой обители. И мы же знаем, что вот благодаря преподобному Сергию и наступил таким образом расцвет, что и сам Сергий еще в разных местах устраивал монастырь, и ученики его, вот они стали везде устраивать обители, и духовное просвещение распространялось таким образом. Ну и преподобный Савва уступает и соглашается, и тогда, да, вот преподобный Никон выходит из затвора, упросили его выйти из затвора, он опять становится игуменом, а святой Савва едет с князем Юрием, и вот Звенигород, а там примерно где-то вот полторы версты, и гора под названием Сторожа или гора сторожей. А почему так? Ну потому что действительно на этой горе какое-то время находились сторожи, то есть там был наблюдательный пункт, и они вот смотрели вдаль, как по литовской дороге могли приближаться чужеземные воины, захватчики. От этого и стало такое вот место называться Сторожа или гора сторожей, и, соответственно, монастырь получил наименование Саввина-Сторожевский. И вначале он строит простой такой вот деревянный храм в честь Рождества Божией Матери, свою келью, он молится, и поскольку он ведет тот же самый вот искренний, смиренный образ жизни, как и преподобный Сергий, то потихоньку к нему начинают тянуться другие, то есть монахи собираются здесь, вот. А князь Юрий Звенигородский, ну он же князь, понимаете, он и политик там, и воин, и не все так вот просто складывалось во взаимоотношениях с другими князьями. Иногда вот с великим князем хорошо, иногда нет. И вот Юрий Звенигородский, он воевал с Волжской Булгарией, и не просто воевал, а победил. И среди захваченных городов он смог взять, кстати, Казань еще задолго до Ивана Грозного. Уже Юрий Звенигородский берет Казань, и вот, ну, появились средства, и тогда ему захотелось побольше, так сказать, вот устроить обитель, уже там белокаменный, чтобы были строения, побольше там вот зданий, и жертвовались в том числе имения. И вот сейчас кто-то может сказать, ну что вот там вот пожертвовали села, получается, что крестьяне, они угнетенные? А на самом деле нет. Вот когда жертвовали монастырю, и, кстати, сохранилась одна из грамот вот этих пожертвований Юрия Звенигородского, преподобному Савве Старожевскому, его обители, и крестьяне освобождались от налогов, от различных там повинностей. И они просто помогали соседать монастырь, какие-то делали пожертвования, но их положение было намного выше и лучше, чем крестьяне из других селений. И суду они не подвижали государственному, если только вот в случае, скажем, преступления-убийства. Тогда да, неважно, там монастырский ты крестьяне, не монастырский, тут уж по полной программе отвечаешь. А вот в остальном они подрешали суду игумена, а игумен был кто? Преподобный Савва Старожевский. И, конечно же, вот это его милосердие, оно только располагало к нему людей. И он, понимаете, он сам трудился своими руками. Крестьяне трудились, и он трудился, монахи тоже трудились. И вот он сам выкапывает колодец недалеко от обители, откуда носили воду. Вот, кстати, забыл я упомянуть, вот в Лавре был он игуменом. И, конечно же, вы не раз посещали Лавру и знаете, что есть за северной стеной, чуть там к западу, источник Саввенно-Старожевский называется источник. И действительно, этот источник появился именно в игуменство преподобного Саввы, когда он возглавлял Троицкую обитель. Был источник преподобного Сергия, но с противоположной стороны. Видимо, ну, разные предположения, но, скорее всего, за южной все-таки стеной обители, где вот сам преподобный Сергий молитвой своей извел источник воды. А вот когда преподобный Савва, игумен, то вот с северной стороны там тоже селились крестьяне, и монахам там тоже нужно было где-то вот брать воду, и оказалось, что место засушливое. И тогда вот попросили преподобного Савву. Он помолился, и тоже исшел вот этот чистый источник воды, который стали почерпать, и до сих пор он сохраняется. Люди там берут и даже погружаются. Есть там купальня. Конечно, это все и преподобного Сергия, можно сказать, и преподобного Саввы, потому что они одного духа, они служат одному Господу. А вот уже в Савве на Старожевском монастыре он сам искапывает колодец, да, он трудится. И потом вот созидается, конечно, храм и братья, но преподобный Савва любил молиться один, и недалеко вот во враге он выкапывает такую пещерку, куда часто уходил специально для молитвы, для моления. Там проводил время, вот чем ближе к своей кончине, тем больше он там проводил вот этого времени. И в 1407 году преподобный Савва переходит в иной мир. Конечно, духом своим преподобный Савва не оставил своей обители, о чем говорят многочисленные чудеса. И, кстати, настолько вот почитание было велико, что со временем даже вот наш знаменитый писатель Александр Сергеевич Пушкин, поэт и писатель, он специально на русском языке переложил житие преподобного Савва Старожевского. Вот представьте себе, вот это житие, оно было на славянском, и на Пушкина так вот повлияло, что он решил по-русски написать. Вот коротенькое такое житие оставил, то есть и на него это очень сильно действовало. А вот прошло после кончины преподобного Саввы несколько десятилетий, и игумен, игумен Дионисий, значит, в тонком сне вдруг видит, является ему преподобный Савва и говорит, напиши образ мой на иконе. А ты кто? Я начальник этого места. И тоже вот понимает игумен Дионисий, что речь идет о преподобном Савве, икона его еще не было написана. Как написать? Ну, вот он лично его видел в этом явлении, и тогда вот, чтобы не доверять просто своему видению, он приглашает самого-самого старого монаха, вот был там такой монах Аввакум, который еще в юности видел преподобного Савва Старожевского. И говорит ему игумен, ну ты же вот видел, опиши мне, как он выглядит, расскажи мне. И он начинает рассказывать, описывать его внешний вид, и игумен Дионисий понимает, что действительно ему явился сам преподобный Савва Старожевский, и оказалось, что вот этот игумен, у него был дар иконописания фактически. Вот он сам лично пишет образ преподобного Савва Старожевского, и вот этот образ ложится в основу канонического изображения преподобного Савва Старожевского. Отчасти, конечно, он похож на преподобного Сергия Радонежского, то есть и духом он похож, и телесно тоже. Ну, монахи, они многие были похожи, потому что все-таки аскеты и вот это духовное преображение, благодать, которая через них сияла, она делала их подобными ангелам, в этом они, конечно, сходны. И вот, кстати, тот же игумен Дионисий, у него как-то произошла такая неприятная такая ситуация, что братья на него пожаловались великому князю, в чем-то там были недовольны, и вот он скорбел, грустил, и приходит ему опять преподобный Савва и говорит, зачем ты так вот печалишься, ты лучше молись и доверься Господу. Ну, и он стал вот смиренно просто молиться, а преподобный Савва укорил вот тех, которые жаловались на него, и он им тоже явился и сказал, что разве вы не знаете, что в строптивых сердцах нет смирения, а раз там нет смирения, то нет и благодати Божией. И, в общем, они смутились и потом перестали обвинять своего игумена, и это все разрешилось. Конечно, вот со временем, к сожалению, вот как-то немножко на периферии как будто оказывалась эта обитель. Вот мы упомянули Юрия Звенигородского, который при преподобном Савве, и он ведь тоже постоянно в каких-то междоусобицах участвовал, и была борьба за, конечно же, вот за такой вот трон великокняжеский. И, кстати, Юрий Звенигородский в конце концов победил, в конце концов он победил в этих междоусобицах и даже стал великим московским князем. И, кстати, именно он начал печатать образ великомученика Георгия Победоносца на монетах, как бы до этого там бывали какие-то вот ханы татарские, да, а вот он начал на некоторых монетах наших. А тут он именно великомученика Георгия Победоносца, но он стал, так сказать, вот отодвигать других князей, если там часто называли малыми братьями других князей, великие князья там, а как бы малые братья мои. А он стал уже называть не братьями, а братаничами. Ну, слово братанич означает буквально как бы сын брата, то есть племянник. Получается, что ты даже не брат и не младший брат, а только сын брата, вот, братанич. То есть он такую дистанцию уже распространял вот между собой, как великим князем и другими князями. Но это все было уже после, конечно, кончины преподобного Савва Старожевского. То есть вот есть своя как бы внешняя политическая история, а есть духовная история. И вот мы знаем, что он помог царю Алексею Михайловичу, потом вот этому французскому там пасынку Наполеона и многим другим. То есть если человек, вот неважно какого он там статуса, политик он или не политик, вот он обращается к святым угодникам, они несомненно слышат, они несомненно помогают. И вот эта вот высшая небесная сила, она непременно участвует даже вот среди наших вот этих исторических, как бы хаотичных вроде бы процессов. И вот просто вот невероятная история уже с мощами преподобного Савва Старожевского, вот когда революция 1917 года, да, и везде все рушится. И, в общем, попытались, конечно, поначалу сходу завладеть монастырем, но вышло так, что когда пришел комиссар, комиссар был тоже как бы из местных жителей, Макаров, то игумен, он говорит, я не могу тебе ничего открывать без разрешения своего епископа. Ну комиссар со своими помощниками там негодовал, а люди собрались, которые здесь же были православные люди, и, в общем, вышла потасовка, и в этой потасовке этого комиссара так вот и убили, случайно или преднамеренно, но вот было и так, да, то есть иногда комиссары они убивали, отнимали, а было так, что верующие прихожане оказывали активное сопротивление, и сами вот эти комиссары расставали со своей жизнью. Вот когда тело его выбросили в воду, то ли в пруд там, то ли в реку, то есть такие вот, ну такое вот предание среди народа, что уже вроде бы он мертвый, и вдруг вот тело приподнимается, как бы он взглянул на Савино-Сторожевский монастырь, перекрестился и опять лег, и все, как бы, может быть, даже успел раскаяться в самый свой последний момент. Но после этого обитель ничего хорошего, конечно, не ждало. Одного иеромонаха расстреляли, игумена сослали, там других арестовали, и пошло вот все то, что обычно в советское время, в 20-е годы с каждым монастырем происходило, а мощи их изъяли, то есть вот была кампания вскрытия мощи, а потом их изъяли, забрали на Лубянку и думали, что все, уже ничего невозможно тут исправить, куда они делись, непонятно, и вот неожиданно вызывает на Лубянку нашего такого вот историка и художника Михаила Успенского. Он, ну почему, может быть, его вызвали? Он был причастен комитет или какая-то вот служба по сохранности памятников культуры Московской области, и еще он там вот в музее трудился, и вызывают его, и значит, что? Вот сотрудник, который его вызвал, это было наедине в кабинете, протягивает ему серебряное блюдо, которое покрыто, и говорит, вот это блюдо, это блюдо передайте в Государственный исторический музей, а то, что на блюде, и вот он немножко интонацию так вот снизил, говорит, это мощи Савва Старожевского, вы их вот деньте куда вот угодно. И по интонации этого сотрудника НКВД Михаил Успенский понял, что речь идет о том, чтобы он спрятал мощи преподобного Саввы, и мы не знаем, может быть, вот тому сотруднику, у которого были на руках эти мощи, может быть, ему тоже явился преподобный Савва и велел передать, вот спасти мощи таким образом, но сведения об этом нет, во всяком случае он сказал так, что вот блюдо там в музей, а мощи вы сохраните, как вам угодно. И Михаил Успенский действительно так и поступил, он блюдо передает в музей, серебряное блюдо, а мощи для него специально для мощей создает такой ковчежец из нержавеющего материала, складывает туда вот аккуратно вот эти и благоговейно эти части святых мощей преподобного Саввы, а он как раз до этого приобрел себе земельный участок и там вот дом был выстроен у него рядом со звенигородом. И он в этот загородный дом привозит этот ковчежец со святыми мощами и хранит там. И хранил он их там чуть ли не полвека. И вот был такой момент, когда вдруг Михаил Успенский, супруга ему, кстати, очень помогала в этом, тоже она была верующим человеком, и был такой момент, когда вдруг какой-то вот страх охватил Михаила Успенского за мощь, вот какая-то тревога сильная, и он решил тогда мощи перепрятать, он из дома выносит их и закапывает на вот этом приусадебном участке, закапывает в определенном месте, и вот как только он это сделал, буквально через несколько дней дом у него сгорает. Вот представляете, да, то есть если бы мощи остались там, они просто бы погибли. А дом сгорел, но мощи сохранились. И вот прошло еще сколько-то времени, и уже в 1984 году, когда он ему самому за 80 лет, он уже престарелый, Михаил Успенский, он исповедовался священнику, духовнику, и раскрыл всю вот эту историю. И, в общем, своим детям завещал после его смерти передать мощи вот этому священнику, что и было исполнено. То есть когда вот он всю эту историю сохранил и передал, и рассказал вместе с исповедью своей, то он отошел в иной мир, Господь призвал его. А мощи были переданы этому батюшке, а священник передает в Данилов монастырь. Почему в Данилов монастырь? Потому что Савина Старожевский еще был закрыт, там действовал музей. И вот уже в середине 90-х годов, в 95-й примерно, вот начинают отдавать обитель церкви. А в 1998 году торжественно возвращает мощи преподобного Савы Старожевского в его родную обитель, где они покоятся по сей день. И это значит, что вот святые, они нас не покидают. Да, вот люди кто чего делают, да, там кто ругается, кто там кого-то притесняет и всякие интриги, вражда. А кто-то обращается к Богу. А святые, они тут же рядом. Кого-то вразумляют, да. Кого-то не вразумляют, может быть, потому что смысла нет. Кто-то им молится, и они отвечают на эти молитвы. И вот небесная жизнь святых, она проходит вот где-то очень рядом, очень близко, хотя мы ее не видим вот своими телесными глазами. Но когда мы молимся им, и вот сердце свое им открываем, святым угодникам, то они, конечно же, будут нам помогать. И монастырь святого Саввы Старожевского, он открыт, это просто там неописуемая красота. Обязательно старайтесь посетить эту обитель, потому что преподобный Саввы, он очень помогает. Вот поверьте, обязательно надо его посещать. Ну, в целом, это, конечно, сейчас вот считается как бы третий обитель по посещаемости после Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Серафима Дивеевского монастыря. Да, так что будем помнить о таком удивительном угоднике Божьем, который вот сохранил дух преподобного Сергия и передал его другим угодникам святым. И постараемся сами молиться ему от сердца, чтобы преподобный Савва помогал и каждому из нас. Преподобный отче Саввы Старожевский, моли Бога о нас. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.